МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сходил я тут в кинотеатр на фильм Эверест. Я думаю, и вы сходили, это же мировая премьера. Фильм основан на реальных событиях. Именно что основан. Не все, что было показано в фильме, было на самом деле. Но тем не менее, фильм получился очень реалистичный, снят, качественно и смотрится на одном дыгане. Я не буду вам пересказывать сюжет фильма полностью. Скажу коротко. Группа людей поднимается на самую высокую гору в мире Эверест. В группе есть лидер, который самый опытный. Группа поднимается, кто-то слишком устал и заканчивает свой путь. Кто-то просто отстал. Основная группа поднялась на вершину. Обнялись, порадовались, сфотографировались. Но так, как надвигалась буря, нужно было срочно спускаться вниз. Спускаясь вниз, лидер группы встретил одного отставшего. Лидер ему говорит, что надо спускаться вниз. Ты опоздал. Надвигается буря. А отставший такой говорит, что он типа должен подняться. Это, мол, его последний шанс. И он такой просит лидера ему помочь. Лидер группы видит, что этот отставший сильно устал. Он понимает, что им не хватит кислорода в баллонах. Что их в пути на вершине настигнет буря. Но, несмотря на все это, лидер соглашается помочь отставшему альпинисту дойти до вершины. И они дошли до вершины, в то время как основная группа спускалась вниз. Лидер и отставший альпинист начали спускаться вниз. И в это время их накрыла сильнейшая буря. Уставший альпинист сорвался и разбился. А лидер долго боролся за жизнь. Он отморозил себе сильно ноги. При нем была рация. И он переговаривался по радио. И с женой, и с пунктом помощи, который находился у подножия Эвереста. Буря затягивалась. Никто не мог помочь лидеру. И он замерз и погиб. А основная группа успела спуститься с Эвереста до бури. Конечно, им тоже было тяжело. И один мужик там сильно обморозился. Ему потом ноги отрезали и нос. Но тем не менее, они все выжили. Сейчас я хочу вам рассказать суть того, что я понял из этой истории. Мое мнение такое, что виновник трагедии это вот этот самый героически погибший лидер. Жалко его, конечно, но он сам виноват в своей смерти. Более того, это именно он виноват в смерти этого уставшего альпиниста. Смотрите, лидер уже ведет группу вниз. Надвигается буря. Оставшему альпинисту нужно было запретить дальнейшее восхождение. Так и по нескольким причинам. Буря, физическое истощение, отсутствие кислорода. Надо было на правах главного в группе запретить дальнейшее восхождение и всем спускаться вниз. И все бы спустились, и все бы выжили. А что получилось? Лидер не смог сказать нет. И как результат и альпиниста погубил, и сам погиб. Вывод. Я считаю, что лидером в таком деле, как альпинизм, и во многих других делах, лидер должен быть человек, который не только самый опытный и сильный, но и тот, кто может сказать нет. Конечно, лидер должен обладать многими другими качествами. Уметь мотивировать, уметь сплотить, довести дело до конца. Но как еще получается? Уметь говорить нет. Вот это основное, что лично я для себя понял, посмотрев этот фильм Эврест. У меня для вас небольшое задание. Я хочу вас попросить написать в комментариях те качества, какими должен обладать настоящий, цельный лидер в таком деле, как альпинизм. Это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я знал, что вы у меня крутые. Друзья, мы находимся внутри автобуса сейчас. Ой, блин, реально холодно. Тут двухъяростные кровати. Автобус достаточно большой, как мы можем увидеть. Много кроватей. В конце я посчитаю, сколько их тут в целом. Давайте возьмем пример вот этой. Друзья, здесь есть занавески, так что, если вы будете спать, можете закрыться тут. Вас никто не будет беспокоить. Хотя, ну, можете кое-что побеспокоить. Когда я в прошлый раз ездила на таком автобусе, у меня там хотели что-то украсть. Но, так что вы должны держать ухо в остре, чтобы все слышать. А то индусы любят у нас своровать что-нибудь. В автобусе есть кондиционер. Здесь реально холодно, блин. Так что, имейте в виду, если вы хотите попутешествовать вот на таком слипе-акбасе, то либо берите с собой.